Захария 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 Что же имеется в виду? Ну, человек, который не хочет видеть в этом указание на Иисуса Христа, скажет, просто первосвященник, который тогда был, и вот его звали Иисус. Скорее всего, так и есть. Но давайте отложим вопрос о том, можно ли видеть здесь указание на Христа. Для христианина, конечно, хочется. Но в каком смысле? Тоже надо подумать. Не просто тыкать пальцем и говорить, о, это все про Иисуса. Иисус Новин, например, герой, который завоевал Ханаан, истребляя местное население. Как-то обычно не сравнивают, не говорят, что вот он тоже такой прообраз Христа, потому что больно не похож. А имя то же самое, да. Давайте подождем с этим выводом и подумаем вот еще о чем. Стоит первосвященник пред Господом, а по правую руку от него враг. А кто-то переводит как сатана, потому что по-еврейски там слово, которое звучит как сатан. Откуда и русская сатана. И это слово означает враг, тот, кто враждебен, противник, тот, кто сопротивляется, враждует. И он для того и стоит. А вот когда я, например, переводил к Нигиеву это слово как враг, кто-то на меня ополчился и стал говорить, я изгоняю сатану из священного писания. Но с этим есть одна проблема. Потому что дальше написано. Господь сказал врагу. Даже уже не важно, что написано дальше, потому что, когда у нас с вами Господь разговаривает с сатаной, это как-то противоречит нашим сегодняшним представлениям о враге рода человеческого, который просто, ну, ничего с Богом не может иметь общего. И, конечно, Бог не будет к нему обращаться ни в коем случае. Или будет. Понимаете, мы не знаем этих вещей. Когда мы пытаемся описать такую мистическую реальность, когда мы пытаемся описать то, что происходит в духовном мире с помощью каких-то земных ограниченных формул, но мы немножко похожи на детей, которые смотрят на какое-то очень сложное техническое сооружение и пытаются объяснить, что там, вот, вы знаете, машина едет, потому что у нее колеса крутятся. Ну, это, в принципе, правильно. Если бы колеса не крутились, машина бы не ехала. Но это ничего не говорит нам о двигателе внутреннего сгорания, да, там, прочих всяких вещах, которые в машине присутствуют, да. И вот в каком-то смысле мы такие дети, когда мы глядим на духовные вещи. Мы можем сказать, что вот есть некоторая духовная сила, которая враждебна человеку. Как ее определить? Каким словом назвать? Сатана, дьявол, враг? Ну, это вопрос нашего языка. И как описать эту силу, как представить ее действующей, в общем, только в образе. И мы понимаем, что какие-то диалоги Господа, будь то с ангелами, будь то с этим самым врагом, они, ну, не есть диалоги, вот, как мы с вами, да, или мы там с моей женой, с моим сыном, которые бывают. Можно это все записать, вот я сейчас записываю, да, вы будете это слушать. Можно это все расшифровать, переложить на бумагу, распечатать, да. Но мы не можем записать на видео обращение Бога к ангелу или к сатане, к этому врагу. Мы не можем его расшифровать. А когда это делается, вот бумага, на которой этот текст записан, это все-таки некоторая метафора, это все-таки некоторое подобие. Да, вот, это не то, чтобы речь, как у меня сейчас движется язык, гортань производит звуки, и звуки русского именно языка, а не какого-то другого. Но не говорит Господь на русском или древнееврейском, или каком-то еще языке с ангелами, это как-то иначе происходит. И мы просто не умеем это назвать иначе, чем Господь сказал. И дальше слова древнееврейского языка в оригинале, русского языка, вот в этом переводе, или там английского, китайского, какого угодно. Это какая-то другая вещь, и мы лишь приближаемся к этой тайне, когда мы пытаемся сказать, что вот здесь все так однозначно, мы все-таки очень сильно объединяем свое собственное понимание. Так что же Господь сказал этому врагу? Обличает тебя Господь, о враг, или о сатана. Обличает тебя Господь, избравший Иерусалим, как головню, выхваченную из огня. Обличает в чем? И при чем здесь Иерусалим? Вообще, есть представление очень частое, оно в иудаизме тоже распространено, что есть два ангела, вот человек рождается, к нему сразу представляются два ангела. Один записывает доброе, другой худое. Ну и для иудеев, тех, которые верят в это, на суде Господь сравнит два списка, у кого длиннее. Для христианина это, конечно, совершенно не так, потому что мы верим в искупление, и мы считаем, что наш злой список, он в любом случае ужасен, и все дело в том, что Господь его отменяет, да, что вот крестная жертва Христа перечеркивает его полностью. А добрый список все равно очень мал, и, в общем, на него надеяться не приходится, да. Но, может быть, этот самый враг, этот самый сатана, это такой злой ангел, который записывает дурное. Не обязательно при этом он это делает, чтобы погубить человека, а, ну, как хороший полицейский. Он штрафует нас не потому, что нас ненавидит, хороший, есть коррупционеры, а он штрафует нас, чтобы обеспечить порядок, чтобы все происходило правильно, чтобы не было нарушений, да. Может быть, это такой вот полицейский ангел, и Господь ему говорит, нет, нет, вот ты все записал плохое, но я решил иначе. Милость выше справедливости, прощение выше того штрафа, который справедливо, допустим, был выписан. А Иисус, одетый в запятные надежды, все-таки в запятные надежды, все-таки он греховен. Вот христианину не хочется видеть здесь вот эту греховность, ну, мы, конечно, можем сказать, что он принял на себя грех человечества, но это уже немножко другая история, которая в Новом Завете развивается, а в Ветхом мы ее не видим. То есть, это история не про искупление грехов, которую христиане связывают с Иисусом Христом, но это история про прощение. Это история про то, что грехи могут быть прощены, а про то, что Господь по своей милости выхватывает Иерусалим, как головешку из огня. Представляете себе этот образ, да, костер или там печка, в ней горят дрова, и все сгорит. Но в какой-то момент подходит человек и выхватывает одно какое-то полено, одно какую-то дымящуюся вот с угольками на конце головню, чтобы ее сберечь, чтобы она не до конца сгорела. И это вот как бы последний момент, это когда, да, все обгорело, да, вот все плохо, эта головешка уже черная, но она уцелела. Вот самый последний момент. И после этого первосвященник, который, конечно, символизирует в каком-то смысле весь народ, с него снимают грязную одежду, надевают чистую. То есть этот грех от него удаляется, и он обвлекается в некоторое новое достоинство, которого не было раньше. И ангел стоит. И вот эти ангельские силы, которых у Захарии очень много, они присутствуют при этом процессе, соучаствуют, регулируют его в каком-то смысле. И совершают служители ангела, тоже, видимо, некие духовные сущности более младшего ранга. И ангел свидетельствовал Иисусу так. Вот что говорит Господь воинству. Если ты будешь вступать по моим путям, если будешь стоять на страже моей, если будешь следить за моим домом и беречь мои дворы. Ну, тут христианин скажет, конечно, это не про Иисуса Христа. Какое там если? Да, там никакого если быть не может. Оно так и есть. Я отведу тебе место среди тех, кто стоит здесь. Ну, то есть вот среди этих ангелов, предстоящих перед лицом Божьим. И получается, человек тоже может попасть в эти ангельские ряды. Господь Саваоф или Господь воинств, вот эти воинства при нем стоят. И человек тоже может встать в эти ряды, оказывается, если он действительно соблюдает заповеди, если он бережет мои дворы, как говорит Господь. То есть, ну, в храме там есть помещение храмов, есть дворы, куда приходят люди. Вот место, где, собственно, совершается служение и всякие хозяйственные постройки. Вот если он это все поддерживает в должном состоянии. Так послушай, первосвященник Иисус, ты и братья твои, живущие рядом с тобой. Ведь эти люди сами знамения. Знамения, то есть некий знак от Бога. Люди ждут какого-то знамения у Исаии. Конечно, в 7 главе мы знаем это про рождение чудесного младенца, например. Так вот, главное знамение – это не явление на небе, это не какие-то там землетрясения, чудеса, которые происходят вокруг. Это люди. Потому что в людях совершается что-то самое удивительное, самое невозможное, самое таинственное и чудесное. Вот эти люди, они сами знамения. Я приведу к вам моего раба, отрасль мою. Отрасль, то есть побег. И это слово достаточно часто обозначало законного наследника. Ну, представим себе на Ближнем Востоке, там часто дерево, которое срубают, олива, можно увидеть до сих пор, оно оставляет землекорни и вырастает новая отрасль, тоненький побег. Можно часто видеть такой пень, прям вот уже весь развалившийся, сгнивший. А рядом с этим пнем свежие побеги или даже целый ствол, который вырос как бы изнутри этого пня. Вот отрасль – это те самые побеги, которые возникают, которые дают новую жизнь законные наследники. И вот этот новый раб, мой раб, простите, он скорее и есть указание на Мессию, на того, кто исполнит все так, как надо. Вот я кладу перед Иисусом камень, у которого то ли семь граней, то ли семь глаз, трудно сказать, однозначно какой-то очень странный камень, но вот необычный, загадочный. Я вырежу на нем надпись «Пророчество Господа воинств» и в один день удалю вину этой земли. Что за камень? Конечно, мы вспомним в Евангелии краеугольный камень, который отвергли строители, который сделался главой угла. А камень – это вообще такой очень частый библейский образ чего-то твердого, постоянного, чего-то такого, на что можно опереться, что само по себе надежно. И здесь тоже это, наверное, есть. Но вместе с тем, в этом есть какая-то тайна. Что за камень с семью глазами или семью гранями? Да мы не знаем. Вот Захарий еще очень деликатный пророк. Он не навязывает какие-то однозначные интерпретации. Он говорит, что то, что я увидел, было настолько таинственно и непонятно, что я сам, в общем-то, не очень это понимаю. Но я понимаю, для чего это. В тот день пророчества Господа будете приглашать друг друга под виноградную лозу и под смоковницу. А это как раз очень частое мессианское пророчество. Когда придет Мессия, когда Господь воцарится над Израилем в каком-то прямом и непосредственном смысле, люди будут отдыхать мирно. У каждого будет свой маленький садик, в нем будет виноградная лоза, вино делать, смоковница. Смоковница – это инжир, как часто его называют. Почему-то у нас есть свое слово – смоковница, смоква. Но берем из тюркских языков инжир. Очень вкусный фрукт. Я очень люблю смоквы. И у каждого своя смоковница. Это так здорово, когда у тебя есть своя смоковница. Полгода вкусные фрукты. Ну, чуть меньше, чем полгода, зависит от сорта, конечно. И приглашать друг друга. То есть люди будут жить мирно, дружелюбно сегодня. Ты у меня под смоковницей посидел. Завтра я к тебе приду в гости. Вина попьем смоковницами, смоквами закусим. То есть такое идеальное состояние мирного общества. И заметим, что речь не идет про какие-то великие империи, про какие-то там границы, достижения, дворцы, победы, завоевания. Даже не идет речь про какие-то великие духовные там вот события. Там будет все великолепно. А вот настоящая мирная жизнь, это когда у человека есть своя виноградная лоза, своя смоковница, свой маленький садик, в который он с удовольствием приглашает соседа. А завтра к нему идет в гости. Вот и в этом, собственно говоря, символ такого светлого мессианского будущего. Так кто же такой Иисус? Иисус Христос, пророчество о нем, не уверен. Но в то же время да. Само это пророчество, где некий первосвященник по имени Иисус стоит перед Господом и его очищают, его облачают новой одеждой, говорят ему, если ты будешь верным первосвященником, то ты займешь места среди ангелов. Вот сама эта идея, она очень близка к христианству. Это представление о том, что действительно грехи могут быть очищены. Представление о том, что это мессианское время настанет. Представление о том, что между Богом и человеком, да, есть много ангельских каких-то рядов, но человек может туда подняться. И Новый Завет, собственно, показывает, как это происходит. В Евангелии говорится, что в этом есть. Захария просто как бы рассказывает, что это в принципе возможно. Пожалуй, больше ничего. Но в этом смысле это, конечно, очень мессианское пророчество, оно очень, естественно, связано с Евангелием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова